Девушки отдыхают И вот пришла мне в голову помимо мигрени идея доделать или скорее переделать старую идею о том, что же посмотреть в период такой вредный, чтобы и выздороветь поскорее и как-то своему саморазвитию угодить заодно. Итак, условно видео будет поделено на три пункта. Дорама, да-да, не удивляйтесь именно дорама. Манго и аниме. Условно мы берем, что вы валяетесь на кровати. Я мог бы устроить себе пати, купить чипсов и валяться на кровати. И немного ограничены в выборе своего досуга. Игры также я исключил, ибо по своему опыту знаю, что они неслабо напрягают и выматывают. Что еще хуже для хворающего организма. Итак, еще раз. Чем же заняться в период соплей, кашля и прочего прилегающего собрату-анимешнику? В целом, пункт Дорам внесен сюда, дабы расширить кругозор. За место него может пойти любой другой вид азиатского или околоазиатского искусства. Например, один мой знакомец, когда валялся с болезнью, смотрел японский театр. Или какие-то другие интересные постановки. Рассказывал, что было очень познавательно. Могу вас заверить, что я пытался смотреть их, ну в смысле Дорамы. И главная моя ошибка была в том, что все они были основаны на чем-то. На манге, аниме и так далее. Вам нужно что-то оригинальное. Что-то, что не будет сдержано рамками первоисточника. Предметно посоветую Дораму, которую лично смотрю сейчас и не плююсь на удивление, а даже получаю определенного рода удовольствие. Типа первооткрывателя, что-то такое. И это я могу вас заверить довольно занимательно. На сюжете ваше внимание особо заострять не буду. Есть для этого аннотации к раздачам, откуда вы будете его выкачивать. Скажу лишь, что общая помесь исторического боевика из современной драмы, причем современная драма там в основном, получилась интригующей, занятной и даже смотрибельной. На удивление, перегибов в эмоциональном плане не так уж и много, и в основном они там, где надо. Хотя иногда все равно немного стыдно. Смотря, смотря это. Смотреть интересно и не скажешь, что серии аж на по полтора часа идут. Ну, некоторые по часу, но в целом. Куча аллегорий, ну, хотя бы поначалу и такой эпический сюжет. Он ясно видел мечи врагов, направленные на него, но не заметил страха и зависти в глазах молодого короля. Он не осознал, что это был самый острый меч из всех, что угрожали его жизни. А потом все как-то резко скатывается в классическую историю Золушки, и все бы так и осталось простенько, если бы не предыстория вся, где предательство, вина, демон, смерть, призраки, и все вместе выплескивается на зрителя такой специфический коктейль, который я, честно говоря, распробовал не сразу. Дорама вообще штука очень и очень на любителя, но могу сказать, сей сериал корейского производства выглядит отлично. Персонажи не бесят, им в основе своей хочется переживать. Ломаный корейский, ну в смысле на слух язык кажется странным и непривычным. Сорян, это мое такое мнение, не хочу жителей Южной Кореи и всех остальных обидеть. Просто хотелось донести до вас, это как с китайскими мультиками, порно-мультиками, извините, что просто на слух ты их воспринимать не можешь, тебе как-то неприятно, больно, странно, короче, надо привыкать. Тут привыкаешь довольно быстро. Примерно с середины пилотной серии я уже был нехило заинтригован в дальнейшем развитии событий. Посему смотрю и сейчас. 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 Сейчас смотрю, блин. И каст очень смазливый, что для романтического сериала неудивительно и в принципе напрашивалось. Кстати, на заметку, посмотрите с тянкой, для этого не обязательно ждать, пока бациллы вас обуяют, можно сразу. Эффект уруру и мимими гарантирован. Классическая история в новой обертке с этническими корейскими мотивами. Не знаю, как вас, но меня уже одна эта формулировка интригует к просмотру. Отдельное спасибо хочется выписать Арии и Лини с канала Че Чайники за совет посмотреть такими. Подпишитесь на них, они клёвые. И специально для Арии и её рейтинга в Эвервотче. Это же не наказание. Это вообще-то золото. Как можно кого-то наказать золотом? Можно мне немного наказательного золота? В целом опять советую стряхнуть пыль с дискового издания какого-то аниме. У меня вот завалялось и я приступил к пересмотру последнего изгнанника, который всё так же прекрасен, как и в первый раз. Однако, я бы хотел перенести ваше внимание на те аниме, сериалы и фильмы, что вы постоянно отбрасывали долгое время в долгий же ящик. То, что вы и сами хотели посмотреть, и знакомые советовали много раз. Но как-то всё не складывалось. У меня такое случилось вот с данным аниме. Аниме, которое я посмотрел, пока стыли пельмени. Пельмени, серьёзно. 10 серий по 2 минуты. Добрая и жизненная. Одна серия, одна маленькая зарисовка из жизни под общим тегом любви, заботы и привязанности. Некоторые умилительные, другие смешные, третьи поучительные или даже автобиографические. Так что шанс узнать себя в одной из новелл таких малюсеньких весьма велик. Очень сильно пожалел, что раньше как-то мне не довелось глянуть, и я всё этот момент оттягивал. Не повторяйте мою ошибку. Всё, что я сказал ранее, с лихвой перекрывает дикий минимализм во всём. В задниках, которых по сути нет. Просто однотонный фон какой-то. К анимации, которая до дури халтурная и... Мало там кадров, ужас. Однако, отличная режиссура быстро отвлечёт вас от этого. Да и сами истории тут... самое главное. Маленькие моменты жизни, в которых ты понимаешь, что любишь своих близких. Доброе и тёплое аниме. И я вам гарантирую, опенинг ещё долго будет сидеть у вас в памяти. В целом, советую какое-нибудь чтиво. Желательно любимого автора в идеале перепрочесть какую-то книгу. Что-то, что когда-то читали, это поможет переосмыслить свои идеалы и убеждения. В такой шаткий период вашего организма сомнениям поддаются всё и эти сомнения обоснованные, кстати. Как раз и хорошо себе на выгоду поставить. Может, хватит? У меня нет времени на тебя. В этот раз лично для себя я выбрал Парадайз Кис. И он всё так же прекрасен. Не всегда получается для себя что-то переоткрыть, но просто поднять настроение и с этим творение Аи Ядзавы справляется на отлично. Аниме, конечно, тоже советую хотя бы за филигранный перенос всего прекрасного со страниц манги в движение, плюс, конечно же, музыка. Архи сильно советую. А куда мы? Парадайз. Период сей выматывает как физически, так и духовно. Именно поэтому это самый лучший момент, чтобы расширить кругозор и переосмыслить свои... пересмотреть свои вкусы, может, даже ценности и убеждения. Вы будете настолько вымотаны, что любое ваше суждение и мнение будет максимально категорично ко всему вокруг, в частности, даже к собственным предпочтениям и мнению. Дерзайте, открывайте для себя новые горизонты, расширяйте старые, экспериментируйте, в конце концов. Если вас посещает мысль или сомнение в духе «не, ну, здоровым бы я никогда этим ни в жизнь бы и не занялся», то это самая лучшая рекомендация к действию. В рамках нравственности и уголовного кодекса, конечно. На этом я все. Пойду жрать протстамол, валяться в кровати и пить чаи горячие и попытаться немного поспать. Спасибо за внимание и упаси, боже, не болейте. Редактор субтитров А.Семкин